Состояние дел в Ненецкой окружной больнице обсудили депутаты окружного парламента. Согласно представленной информации, в работе учреждения имеется ряд проблем, которые не позволяют обеспечить на должном уровне доступность и качество медицинской помощи населению округа. В числе озвученных проблем – низкая доступность и качество медицинской помощи. Большой процент жителей округа, направляемых на лечение за пределы НАО. В прошлом году на лечение в другие клиники было направлено 2300 человек. Из них 300 человек получили высокотехнологичную помощь. Остальные – специализированную медпомощь, которую, по сути, можно было бы получить и в округе. Нам целесообразнее было бы, наоборот, приближать эту специализированную и высокотехнологичную помощь к нашим потребителям. И по этому вопросу уже начаты переговоры и с Санкт-Петербургским государственным университетом, и с Северным университетом в Архангельске, когда специалисты смогут к нам приезжать и оказывать высокотехнологичную помощь здесь у нас. Но здесь нужно будет провести системные анализы, адекватно спланировать работу узких специалистов, которые есть у нас в этой речи, это врачи-онкологи, врачи-травматологи, ортопедии и так далее. Среди проблем, которые на сегодняшний день существуют в здравоохранении Ненецкого округа, стоит отметить и позднюю диагностику заболеваний. Чтобы предотвратить серьезные недуги, в регионе проводится диспансеризация, но и она не помогает справиться с неутешительной статистикой по серьезным заболеваниям. У нас охват получился граждан, вместо 90% всего 60%. То есть мы, получается, не выявили кронические заболевания. А по онкозаболеваниям, с учетом необходимости возможности лечения онкозаболеваний в первой и второй стадии, также есть норматива, где указано, что мы должны при вот этих осмотрах направить, нацелить первичное звено участковых врачей, нацелить всех врачей по онкозасторожности, чтобы выявлять эти заболевания, в том числе и в рамках профессиональных профосмотров, с целью того, чтобы граждане могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь. В ходе совещания остановились и на вопросе реструктуризации, которая, по словам заместителя губернатора, руководителя департамента здравоохранения Ниннесси Мяшкиной, проходит в медицинском учреждении в соответствии с оптимизацией окружных расходов и нововведениями в федеральном законодательстве. При этом руководитель департамента отметила, что при проведении кадровых изменений сокращение персонала больницы не производится. По итогам заседания комиссии депутаты рекомендовали Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения усилить информационно-разъяснительную работу с коллективом окружных больниц о планируемых и проводимых изменениях, в том числе в кадровых, экономических, организационных направлениях, с целью предупреждения возникновения конфликтной ситуации.